Уже второй год в совхозе имени Ленина проходит акция «Рекорд Победы». Это общероссийский флешмоб, к которому впервые в посёлке присоединились на 70-ю годовщину Победы. Идея в том, что жители могли поставить спортивный рекорд. Для этого они должны были отжаться от земли 25 933 раза по количеству дней после окончания войны. А началось мероприятие с минуты молчания в память о павших на полях сражений. Отжимались все пришедшие на стадион. От мала до велика. Кто сколько мог. 20 или 140 раз. Абсолютно неважно. После каждый участник заносил свой результат в отчёты. Победителя акции не было. По завершении мероприятия всем без исключения были вручены георгиевские ленточки. В память об участии в этом флешмобе. Я хочу пожелать в этот день всем счастья, здоровья. Хочу пожелать всем удачи и крепкого благополучия. Ну это гордость за свою страну, за ветеранов. Спасибо им большое за мирное небо над головой. За то, что я сейчас жив и стою на этом месте. И почтил их память. Хотя бы тем, что отжался по своему максимуму. День Победы очень много. Это память, это история, это наше прошлое. Это наше будущее, это наши дети. Действительно, многие пришли целыми семьями. Организаторами выступили спортсмены, занимающиеся в секциях поселения. Я болею за спорт, я сам преподаватель. Поэтому, глядя на меня, молодежь подтягивается. И, соответственно, все это дело, общее начало, как говорится, смотря на старших. Своим примером пытаемся потянуть людей в спорт. Все отмечали, что подобные акции полезны не только со спортивной точки зрения. Я думаю, что эта акция, которая проходит на совмещении патриотического духа и спортивных увлечений, она очень нужна. Потому что есть те, которые увлекаются спортом, есть те, которые увлекаются историей, а есть те, которые, в общем-то, на стыке двух находят себя. И с учетом того, что сегодня было много людей, которые просто пришли посмотреть, и они вовлеклись в это. Я думаю, что от этого и зависит успех нашего мероприятия. Конечно, в этот вечер почти 26 тысяч отживаний набрать было непросто. И чтобы достичь необходимой цифры до 9 мая, сотрудники Центра культуры привлекут спортсменов поселения в оставшиеся до праздника дни. Дмитрий Книга, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.